Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня мы проводим наш вебинар, посвященный рассмотрению платформы Nanocad как аналога программного продукта Autodesk AutoCAD. И скажите, пожалуйста, напишите в чат, слышно ли меня, видно ли мой экран, и мы тогда с вами начнем. Слышно, видно, хорошо. В таком случае начнем наш вебинар, посвященный данной теме. И, собственно, позвольте представиться, меня зовут Котирова Нелли, компания PSSG Tech. Я являюсь техническим специалистом по направлению SAPR и в том числе по Nanocad, программному продукту Nanocad. Собственно, и сегодня я помогу вам разобраться, интересен ли он в качестве аналога хорошо знакомого нам автокада. Итак, собственно, наша программа будет состоять из того, что мы с вами ознакомимся, что же есть за продукт такой Nanocad. Соответственно, оценим его разницу по сравнению с уже известным нам автокадом. В силу того, что все мы знаем, что автокад у нас не всегда может быть в наличии в силу современного времени, мы рассматриваем Nanocad в качестве его аналога. Итак, собственно, что же есть платформа Nanocad? Nanocad является аналогом автокада от российского производителя Nanosoft. Был он представлен в 2008 году, когда автокад уже заимел свою нишу в кругах проектирования. И, соответственно, учитывая, что автокад являлся программным продуктом иностранного производства, он не всегда мог удовлетворить потребности потребителя в силу того, что у нас имеются свои внутренние ГОСТы для оформления, которые нам необходимо соблюдать при построении чертежей и оформлении проектной рабочей документации. Соответственно, Nanosoft мог нам в этом плане и облегчил жизнь путем создания Nanocad, который сейчас на данный момент является современным ПО для проектировщиков, который имеет базовый функционал автокада, но при этом он адаптирован под требования наших ГОСТы. Собственно, Nanocad, в свою очередь, состоит из следующих пакетов, если можно так выразиться. То есть сама платформа Nanocad идет как отдельный продукт в чистом виде. То есть он является аналогом автокада, в то время как его можно дополнительно расширить за счет модулей, которые могут входить в платформу Nanocad пакет стандарт и пакет PRO. Чем же, собственно, они отличаются? Платформа Nanocad стандарт включает в себя помимо самой платформы Nanocad в чистом виде также подраздел модуль SPDS, модуль механика и модуль 3D. То есть на чистой платформе Nanocad 3D, в отличие от автокад, отсутствует. И если вы, допустим, осуществляете работу в 3D-моделировании, в 3D-построении, то, соответственно, данный модуль может вам понадобиться. И платформа стандарт в этом плане может вам помочь. В свою очередь, платформа Nanocad PRO является еще более расширенной. То есть помимо вышеупомянутого SPDS механики и 3D, также включен топоплан, растер и модуль организации, которые помогают вам более открыто работать в направлениях указанных. Собственно, здесь представлена сравнительная таблица, чем же принципиально отличается Nanocad от автокада. Данную таблицу я вам предоставляю пока что именно в таком виде, чтобы вы, возможно, ознакомились, потому что Nanocad и автокад, они немножечко разнятся по функционалу, и, соответственно, какой-то функционал может быть принципиален для работы, а какой-то нет. Итак, теперь же перейдем, собственно, непосредственно к самим продуктам, потому что когда мы начинаем переходить, допустим, с одного продукта на другой, мы хорошо помним, что в процессе, допустим, перехода на автокад, когда происходило внедрение автокада в проектные институты, то приходилось переучиваться специалистам, познавать новое. В данном же случае, естественно, нас в первую очередь интересует, насколько же сложно перейти от автокада, который хорошо знаком большинству проектировщиков, на Nanocad. Что касается интерфейса, он очень хорошо адаптирован. Перед вами на данный момент представлен интерфейс автокада, и теперь я предоставляю вам возможность ознакомиться с интерфейсом Nanocad. Мы чуть позже еще посмотрим его вживую. Соответственно, если посмотреть, то вы можете увидеть, что разницы как таковой нет, как в разделе черчения, так и в разделах редактирования, вплоть до того, что такие направления, как оформление аннотации, то бишь тексты, размеры, мультивыноски, это все точно так же адаптировано и сохраняется в интерфейсе программного продукта Nanocad. Также хорошо известны нам слои, которые помогают создать собственные стандарты предприятия, адаптировать их, они точно так же присутствуют в Nanocad и могут быть использованы в дальнейшей работе. Естественно, когда мы переходим с одного продукта на другой, еще один из вопросов, который очень сильно интересует, это формат, потому что формат у программных продуктов разный. И, соответственно, когда у нас начинается рассинхронизация чертежей, это из-за того, что не соответствует формат чертежа одного продукта и другого, у нас начинаются большие проблемы. В данном случае проблем с форматом не имеется, так как платформа Autocad и Nanocad работают на одном формате, то есть это формат DWG, также знакомый формат DXF. И, кроме того, равно как и в Autocad и в Nanocad, имеется возможность использования формата стандарта предприятия и формат шаблона DWT. То есть если вы создаете, у вас, точнее, уже создан шаблон в Autocad, который у вас активно используется в вашей работе, на вашем предприятии, то, соответственно, переделывать его заново – это очень проблематично. В свою очередь, если у вас он сохранен в данном формате, допустим, DWT или DWS, вы можете его точно так же использовать на платформе Nanocad. Далее. Теперь перейдем к более конкретике. То есть, собственно, чем же отличается Nanocad от Autocad? В отличие от Autocad, Nanocad, во-первых, используют уже имеющийся и настроенный классический интерфейс. По умолчанию у вас установлен точно так же ленточный интерфейс, но в силу того, что некоторые пользователи, проектировщики предрасположены использовать именно кнопочный режим, чтобы, допустим, расширить себе зону построения чертежей, чтобы не загромождать, допустим, лентой, им проще использовать кнопки и панели с кнопками. То есть классический интерфейс является более удобным для работы. То, соответственно, классический интерфейс есть возможность использовать в Nanocad, не осуществляя предварительной настройки, как это появилось в новых версиях Autocad. В Autocad имеется только ленточный интерфейс. Если же необходимо создать классический интерфейс, то есть просто переключением уже это сделать не получится, это необходимо осуществлять с ручной настройкой. В то время как в Nanocad имеется возможность простого переключения. Для того, чтобы посмотреть, как это выглядит, я переключусь на Nanocad. Соответственно, вот в живом виде имеется Nanocad. У нас, как я уже сказала, ленточный интерфейс по умолчанию является при установке данного продукта. Чтобы осуществить процесс переключения с ленты на классический интерфейс, у нас имеется вот такая вот кнопочка, переключая которую вы сразу же переключаетесь на классические панели. Аналогичным способом вы возвращаетесь на ленточную панель. Далее. Продолжим. Кроме того, имеется менеджер листов, который также имеется в Nanocad для уже имеющейся настройки. То есть, когда вы осуществляете настройку листов, подобного менеджера, допустим, в AutoCAD не имеется. То есть, вам не нужно открывать каждый лист, чтобы посмотреть, какие у него осуществляются настройки. Вы можете просто открыть менеджер листов и увидеть, какой из листов у вас настроен на какой принтер, на какой формат бумаги и так далее. Соответственно, это упрощает возможность посмотреть, в каком формате у вас листы уже настроены и куда пойдет данный лист на печать. Кроме того, если вы работали с аннотативностью, возможно, у AutoCAD есть такой значок аннотативности. Есть возможность построения аннотативного элемента, я, допустим, сейчас открою его, который, возможно, вы видели при использовании, допустим, каких-то блоков, которые у вас уже созданы, предсозданы, они имеют аннотативность. Либо же у вас точно так же аннотативность используется в объектах для оформления, то есть в тексте, в размерах, в мультивыносках и так далее, где у вас осуществляется, грубо говоря, автоматическая подгонка текстовки под формат вашего листа. В свою очередь, у NanoCAD есть такой элемент, как масштаб символов, то есть вы, когда осуществляете работу с оформлением, аннотативности здесь нет, здесь есть именно масштаб символов, то есть вы, когда осуществляете построение, у вас при работе, допустим, с текстом как-то однострочным или многострочным, вы можете выбрать именно масштаб символов, которые у вас будут использоваться при использовании данного элемента. как-то, допустим, вот мы используем 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас имеется текст, который построен в масштабе 1 к 100. Если, допустим, сейчас масштаб символов у нас стоит и поставить 1 к 400, перепроверим, что у нас происходит. Как видите, у меня уже все изменилось. Так, та же рамочка у меня стала больше. Соответственно, таким образом вы можете осуществлять оформление в формате модели в том числе и регулировать текстовку на мультивыносках, текстовку по заполнению спецификаций, символы размеров, именно таким вот способом. Далее. Мы с вами остановились на масштабах символов. Теперь еще хочется обратить внимание на две такие особенности наноката, как таблица нанокат и панель инструментов. С таблицей я вас познакомлю немножко попозже. Просто скажу такой момент, сакцентирую, что в таблицах нанокат построение идет именно функционалом наноката. Там также поддерживается возможность использования таблиц ДВГ. Но таблицы ДВГ и таблицы нанокат, они являются разными. То есть, грубо говоря, таблица нанокат ведет построение как прокси-объект. Поэтому я еще покажу, чем он отличается и чем это чревато в дальнейшем. Потому как в первую очередь, что беспокоит, это когда уже созданные чертежи, допустим, из нанокат передаются в автокат и из автокат передаются в нанокат. Естественно, появляется вопрос, а как же оно будет взаимодействовать и отображаться в обоих продуктах. Пока что, а также еще расскажу про панель инструментов. Панель инструментов – это своего рода аналог инструментальной палитры в автокате. Если кто-то работал с инструментальной палитрой, возможно, обращали внимание, что в инструментальной палитре есть уже предсозданные блоки, в том числе динамические блоки, для облегчения работы в результате построения. То есть, когда вы работаете, вы можете данную инструментальную палитру настроить в том числе под себя. То есть, помимо того, что она уже преднастроенная, но то, что имеется внутри данной инструментальной палитры, в автокате по умолчанию обычно не удовлетворяет потребности специалистов, так как построение тех или иных элементов из раздела конструкции, электрики, то знаковое обозначение там зачастую не соответствует нашим ГОСТам. Поэтому инструментальная палитра, если, допустим, используется, то чаще всего она переделывалась под себя, чтобы пользователь и специалист мог со спокойной совестью использовать элементы, которые он создал самостоятельно, и в дальнейшем использовать эти элементы в работе. Тем не менее, настроить их можно было. Также была ситуация, когда, допустим, далеко ходить не надо, создавались блоки, даже статические просто блоки для оформления документации. Как вы, допустим, видите на скриншоте, есть форматы для листов нашей рамочки с уже имеющимися штампами. Собственно, эти рамочки зачастую приходилось самостоятельно создавать с отдельными блоками, закидывать их в инструментальную палитру автокад и уже оттуда использовать. Но, тем не менее, предсоздание данных блоков являлось трудозатратно, время затратно. Конечно, в дальнейшем это облегчало работу, но сам факт того, что предварительно необходимо было поработать, остается. Собственно, аналогично инструментальной панели палитры автокада, панель инструменты, также поддерживает возможность использования уже предсозданных блоков. И точно так же в данной палитре инструменты занесены такие элементы оформления, как ведомости, спецификации, экспликации и так далее. Но есть один нюанс в том плане, что когда вы работаете с данными элементами, вы их используете. Они используются не как элемент таблицы DWG, а как таблица именно нанокада. Сейчас мы это дело тоже посмотрим, то есть с чем же они отличаются. Давайте взглянем. Собственно, мы перейдем сейчас на инструментальную палитру, палитру, она же панель инструменты. Переходим в настройки. Вот она кнопочка инструменты. У нас появляется вот такая панелька, в которой у нас есть определенные разделы. Как в инструментальной палитре автокада были вкладочки, здесь это у вас представлено в виде такого дерева. В данном дереве вы можете увидеть, что у вас есть список таблиц, которые могут использоваться, как ведомости отверстий, спецификации элементов и так далее. Причем разных направлений, как по архитектурным решениям, так и по конструкциям. И также общие данные могут тоже использоваться. Помимо этого, здесь присутствуют такие элементы, как просто использование, быстрое использование каких-то наиболее часто применяемых команд. Возможно, те, кто уже сталкивался с работой в автокаде с инструментальной палитрой, уже знают, что помимо использования блоков, туда можно было точно так же занести команды, которые используются. Собственно, ничего сложного в этом нет. Вы правой кнопкой мыши нажимаете на поле, где у вас можно занести команды в разделе черчения. Настройка команды. Сейчас мы подождем, пока он задумается об этом. Задумался. Соответственно, у нас появляется такое вот окошко настройка наших команд. Вы можете из представленного списка команд, которые имеются в функционале на накаде, просто выбрать тот, который у вас есть, перенести его левой кнопкой мыши, удерживая на данную панель, и далее у вас появляется тот значок той команды, которую вы желаете использовать в дальнейшем. Теперь же посмотрим, что касается элементов, которые занесены в наши таблицы, и также может нам потребоваться каталог блоков. Каталог блоков, если таблицы имеют возможность использовать готовые ведомости, допустим, вот ведомость отверстий. Вот она у нас готовая, может быть вставлена. И вы уже осуществляете процесс ее заполнения. Точно так же здесь может использоваться каталог блоков, где у вас имеются, как я уже сказала, в разделе форматов, форматы, формат рамочки для наших листов, для их оформления с уже готовыми штампиками для использования. Естественно, они используются в качестве блоков, как вы видите. То есть, когда мы нажимаем на тот или иной блок, то, соответственно, у нас появляется окошко вставки блока, который мы можем использовать. Ну, в данном случае у меня формат слишком большой, потому что по большей части данные блоки рекомендуется использовать именно на листах для их оформления, где, соответственно, они могут быть наиболее актуальны. Теперь же хочу обратить ваше внимание, что, что касается работы с форматами, то есть, точнее, с блоками, то в процессе перехода с одного продукта на другой, то есть с автокада на нано-кад и с нано-када на автокад, проблем обычно не бывает. А именно, допустим, я сейчас открою один из чертежей. Вот, допустим, данный чертеж создан в автокад. Здесь все элементы созданы исключительно в автокад, и вы можете как бы заметить, что при, допустим, выделении того или иного элемента, если я сейчас переключусь на свойства, то мы видим, что точно так же, как и в автокад, нано-кад определяет все наши элементы, как минимум примитивы, до полилинии включительно определяются как бы все элементы. Что касается даже как бы файлов стандартов, вы видите, что у меня к данному чертежу был файл стандартов подкреплен, и нано-кад сообщает о том, что файл стандарта отсутствует, и данный файл проверялся по стандарту, по файлу стандарта, и на данный момент, так как его нет, мне вылетает такое сообщение. Давайте же посмотрим, что касается блоков. Вот у меня один из блоков, который создавался элементами с помощью функционала автокад. Насколько он рабочий? Как видите, он динамический, у него много всяких элементов для взаимодействия. Перепроверим его работу. В принципе, он у нас работоспособен, то есть если мы хотим его прикрепить, то, соответственно, можем прикрепить. Как видите, он двусторонний этот элемент, и, конечно же, он осуществляет возможность переноса за данную ручку и построения в том направлении, которое нам необходимо. Также здесь есть выбор, какую конкретно розетку мы можем использовать. Давайте посмотрим. Здесь и здесь. Все нормально. То есть в этом плане с элементами динамических блоков, когда вы, допустим, создаете свою библиотеку в автокад, либо же используете какие-то внешние блоки, которые созданы элементами, функционалами автокада, то, соответственно, эти элементы точно так же могут вам использоваться в нанокаде, и никаких коллизий у вас происходить не будет. Теперь же хочу сакцентировать внимание, то есть если с блоками все понятно, никаких проблем нет, то необходимо посмотреть, как я уже говорила ранее, на таблице. С таблицами ситуация следующего формата, когда мы работаем над оформлением. В нанокад у нас есть два вида таблиц. Таблица нанокад и таблица DWG. Здесь точно так же, как вы видите, присутствует возможность импорта таблицы из Excel, экспорта таблицы в Excel. То есть здесь функционал, как я уже говорила, абсолютно аналогичен автокаду. То есть если вы работали в автокад, и внезапно вам необходимо перейти на нанокад, то здесь проблем абсолютно никаких не имеется. В том числе по работе с стилями точно так же присутствует возможность создания стилей, которые вам необходимы, аналогичным способом, как и в автокаде. Здесь у вас никаких проблем, в принципе, быть не должно. Единственная разница заключается в том, что у вас здесь уже есть предсозданные стили, которые отвечают ГОСТам нашим, российским, и, соответственно, вы можете их использовать уже готовый стиль. Но, соответственно, если вы не хотите использовать данный стиль, вы можете перейти просто на стандарт и создать на его основе тот стиль, который вам наиболее будет актуален в работе. Теперь же опять вернемся к таблицам. Как я уже сказала, возможность создания таблицы ДВГ у вас присутствует, и вы, если работали с таблицами в автокад, то тут точно такая же ситуация. Уже знакомое вам окно по созданию таблицы. Здесь, в свою очередь, вы можете создать стиль таблицы, который вам необходим, произвести изменения. Уже знакомое вам окошко присутствует, и весь функционал, который вы ранее использовали в своей работе, он точно так же будет присутствовать в нанокад. Теперь же, что касается таблицы нанокадовскими, нанокадовским функционалом созданным, здесь, когда вы работаете с данной таблицей, у вас появляется окошко немножко другого формата. Здесь, в свою очередь, у вас есть возможность вручную, допустим, указать, сколько должно быть ячеек, указать наименование. И здесь точно так же присутствует возможность указания ручного, указания, сколько, допустим, должно у вас присутствовать ячеек, что она должна из себя представлять. И это если вы работаете с нестандартной. Помимо этого, у вас есть возможность загрузить уже из базы, допустим, созданную вами таблицу. Кроме того, загрузить из файла, то есть если у вас отдельно файл создавался, возможно, кто-то знает, что в таблицах DWG там тоже есть возможность создания внешнего файла. И тут точно так же есть возможность загрузить внешний файл и использовать на его основу для создания таблицы. Ну, кроме того, вы можете точно так же импортировать из Excel какие-то данные, которые вам необходимы, либо из буфера обмена. Пока что мы создадим вот такую нестандартную, чтобы посмотреть на ее примере, как вообще у нас идет... Видимо, у нас слишком маленькая оказалась. Вот. Или слишком большая. Вот. Вот у нас одна из таблиц, созданная элементами функционалом Nanocad. И, соответственно, здесь у нас вставлена ведомость отверстий, которую я брала из панели инструменты. Как видите, если мы, допустим, создаем... Угу. 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 У нас гораздо она меньше получается. Сейчас мы просто для сравнения, я вам покажу, чем отличается таблица DWG от таблицы Nanocad. Если вы выделяете элемент DWG, то вы видите, у вас появляются как бы немножко другие ручки для формирования ваших ячеек. То есть вы можете использовать таблицу немножко иначе, осуществляя ее построение. Когда вы, допустим, выделяете таблицу двойным щелчком, у вас появляется вот такая вот такая панелька, в которой вы можете осуществлять настройку вашего текста, который у вас будет заводиться в ячейке. В то время как при работе с таблицей Nanocad у вас совсем другие появляются ручки, которые в свою очередь несут за собой точно так же возможность корректировки вашей таблицы. Но для того, чтобы, допустим, произвести, если при выделении там нашего элемента таблицы DWG мы можем, грубо говоря, как в Excel, то здесь необходимо для корректировки таблицы перейти в другое окошко, где осуществляется, во-первых, заведение данных. То есть если вы заведение данных в таблице AutoCAD осуществляете непосредственно в зоне моделирования, то в Nanocad это осуществляется в отдельном окошке, где в свою очередь, опять-таки, точно так же осуществляется настройка, ну, во-первых, положение вашего текста, во-вторых, если вам необходимо осуществить настройку, допустим, ячейки, то мы правой кнопкой мыши переходим в свойства, точнее, в контекстное меню затем в свойства, и в данных свойствах вы уже указываете ширину вашей ячейки, и она корректируется. Здесь же осуществляете заведение того или иного функционала, той или иной текстовки. Если вам необходимо подкорректировать, допустим, положение вашего текста, то сверху у вас точно так же на панельке есть вот такие вот элементы, которые знакомы, я думаю, вам по Excel. То есть, грубо говоря, у вас открывается окно мини-эксель-таблицы, в которой вы как раз-таки осуществляете работу. Здесь же у вас есть возможность выбора элементов, то есть настройки веса линий вашей таблички, так сказать, сразу, чтобы вы могли осуществить настройку прямо непосредственно в самом окне работе с таблицей. Если в AutoCAD осуществляется настройка при создании стиля, то у NanoCAD таблицы это все осуществляется вот в этом окошке. Как видите, у меня здесь заведено число, которое я занесла. Это, как я уже сказала, то есть ведомость предсозданная, вы ее можете использовать, и табличка, которую я создала по аналогии. То есть, если вы должны произвести какие-то изменения, двойным щелчком мыши открываете окошко редактирования таблиц, и здесь уже осуществляете работу. При необходимости можете добавить какие-то элементы, в том числе можете какие-то автоматические обновления отчетов осуществлять. То есть, грубо говоря, как я уже сказала, это мини-эксель табличка, которая достаточно гибкая для того, чтобы работать с данными, которые вы заводите туда. Но все радужное может немножечко омрачиться тем фактом, что данные таблицы являются прокси-графикой. И, соответственно, когда вы осуществляете, допустим, работу в NanoCAD, вы провели большую работу, вы построили чертеж, вы оформили ведомости, спецификации, и далее у вас появляется такая ситуация, что необходимо это все передать в AutoCAD. И тут появляется вопрос, для чего вы передаете это в AutoCAD. Вариант первый, когда вам необходимо это для редактирования, вариант второй, когда вы выдаете это для просто выдачи замечаний, и никто редактировать данный файл не будет. Либо же вы, допустим, передаете данные, ваш проект в DWG-формате в архив. И вот тут как раз-таки появляется ситуация, когда мы работаем уже с AutoCAD. В моем случае есть такой файлик, опять-таки DWG, который был создан в NanoCAD и функционалом NanoCAD. Чтобы его посмотреть, мы сейчас его откроем в AutoCAD и увидим, что первое же происходит. Это то, что у нас отсутствует один из нескольких файлов SHX. Как вы знаете, это чаще всего относится к текстовке. То есть у нас в данном формате имеется текст, который имеет свой персональный тип текста. В данном случае я его буду игнорировать. Ждем, когда он подумает, задумается. Извините, у меня, к сожалению, технически немножко задумывается ноутбук. Но как бы это необходимо понимать, что когда вы работаете в NanoCAD, допустим, есть такая же ситуация, когда вы работаете с элементами SPDS. Возможно, кто-то работал с SPDS Graphics, возможно, с элементами SPDS от Autodesk. И при работе, я думаю, обращали внимание, что когда вы открываете, когда вы открываете, допустим, чертеж, который у вас создан с помощью элементов SPDS, то, соответственно, у вас вот такие вот окошки начинают появляться в AutoCAD, когда вы его открываете. Да, мы будем показывать прокси-графику. И вот мы видим, что есть элементы чертежа, которые точно так же хорошо отображаются. Есть у нас табличка, которая создана, как мы видим, элементами NanoCAD, потому что, как мы знаем уже, таблица DWG у нас бы отображалась совсем иным способом. У нас бы были ручки, а тут в данном случае мы видим таблицу в качестве блока. И, соответственно, таким образом мы видим, что сама по себе работа с чертежом, точнее, как работа провелась в NanoCAD, мы ее передали в AutoCAD, и отображение весьма корректное. Но если у нас происходит такая ситуация, что мы хотим осуществить процесс редактирования, то, соответственно, тут нужно понимать, если вы сейчас взорвете его, то у вас поплывет данная табличка. И вот этот момент нужно понимать, когда вы осуществляете работу NanoCAD с AutoCAD, AutoCAD с NanoCAD. С другой стороны, если же в вашем случае присутствует такая ситуация, что у вас все ваши стандарты предприятия созданы элементами DWG в AutoCAD, то, соответственно, там все таблицы у вас точно так же созданы именно в DWG формате. И табличные формы, которые предоставляются в NanoCAD, вам могут не понадобиться. И тут у вас с редактированием никаких проблем нет. Взаимодействие будет как в одну сторону, так и в другую сторону, и никаких ошибок за собой не понесет. Такая ситуация есть только именно с элементом таблицы NanoCAD. В остальном же таких проблем не имеется. Как вы видите, оксиграфика отображается, и в этом плане формирование чертежа будет у вас осуществляться корректно. И передача, соответственно, чертежей в формате DWG будет тоже осуществляться корректно. До тех пор, пока именно с таблицей NanoCAD не получится ситуация, что вам необходимо ее редактировать. Без необходимости редактирования в этом плане у вас все ваши наработки будут в корректном виде. Это то, что касается функционала. Теперь же я хочу обратить ваше внимание на лицензирование. То есть, допустим, у вас произошла ситуация, что вы решили, что от AutoCAD вы потихоньку приходите, допустим, на NanoCAD, или, допустим, вы все-таки решили приобрести его, появляется вопрос, о каком же лицензировании бывает. Прежде всего, существует локальное лицензирование сетевое, с которым мы уже хорошо ознакомлены, абсолютно по аналогии с AutoCAD. Точно так же привязка идет либо к компьютеру, либо к серверу. То есть, если вы локально осуществляете активацию на своем рабочем компьютере, который у вас имеется на рабочем месте, если же сетевая, то, в свою очередь, в компании присутствует сервер, на который выкладывается файл, и, в свою очередь, раздаются места по пользователям по локальной сети. Помимо этого, вы знаете, что AutoCAD, точнее, Autodesk, производитель AutoCAD, отказался от постоянных лицензий. В свою очередь, NanoCAD поддерживает возможность приобретения постоянной лицензии, то есть, когда вы приобретаете постоянную лицензию, вы можете осуществить ее покупку и дальнейшее использование без, грубо говоря, продления. Что под этим подразумевается? Подразумевается, что вы не осуществляете оплату за обновление. Но по такому же принципу, собственно, работал и AutoCAD. Но при этом, как бы, на постоянной основе ваша лицензия будет работать в том формате, в котором у вас она прекратила, допустим, работу с подпиской. Также есть временная лицензия, то есть, на какой-то конкретный промежуток. И, помимо этого, если вы являетесь студентом, либо же преподавателем, вы можете использовать бесплатные учебные лицензии для работы, либо же ознакомления с продуктом NanoCAD. И также присутствует функционал заимствования лицензии, то есть, когда у вас работа идет, допустим, с сетевой лицензией, и вы при этом осуществляете выезд в поля, командировки, но при этом у вас должно быть в рабочем состоянии, допустим, на каком-нибудь командировочном ноутбуке, программный продукт NanoCAD. Заимствование возможно, соответственно, вы осуществляете заимствование, то забираете лицензию и едете в командировку, используя данную лицензию в работе. Собственно, теперь мы переходим к вопросам и ответам. Сейчас я посмотрю, какие вопросы были направлены. Итак, сложно ли чертить полилиниями? Так, можно ли чертить полилиниями? Да, чертить можно, как вы уже поняли. Функционал черчения абсолютно идентичен AutoCAD. Так, что с короткими командами? Да, как раз по поводу командной строки. Давайте посмотрим. Смотрите, вот про командную строку я вам не сказала, но, тем не менее, она здесь присутствует. Возможность работы с командами точно так же присутствует. Если в AutoCAD, когда, допустим, вы работали с командной строкой, либо же использовали переменные, по необходимости меняли значение, то здесь точно такая же ситуация. Самая распространенная команда – реген. Как видите, при заведении у вас сразу появляется список команд, которые вы можете использовать. Я, допустим, завожу латинице, и помимо латиницы присутствует возможность использования на русском языке. Поэтому тут с командной строкой, допустим, если вы ранее работали, точно такая же ситуация. Вы можете использовать ее в дальнейшем. Что касается создания облаков, как я вижу, тоже вопрос заинтересовал людей. Точно такая же ситуация. У вас во вкладке «Вставка», как и в AutoCAD, имеется возможность создания блока. Вы можете создать блок, у вас появляется окошко, соответственно, как и в AutoCAD, и вплоть до функционала точно такого же. Заводите имя, указываете базовую точку, указываете объекты, и, соответственно, у вас все… Потом у вас открывается по умолчанию. Здесь единственное, нет возможности поставить галочку, то есть открывать или не открывать, в редакторе блоков после создания. Но, тем не менее, точно так же создаются блоки, и здесь функционал абсолютно идентичен. Так. Далее. Далее, далее, далее. Так. Атрибуты. Если вас беспокоят, есть ли атрибуты. Да, эти атрибуты точно так же есть. У вас для блоков даже есть отдельная кнопочка «Редактировать атрибут». Это когда вы работаете с тем или иным блоком и создаете, допустим, атрибут для него. Так. Сейчас, допустим, я создам какой-нибудь блок, чтобы было понятно, как оно работает. Допустим, создать блок. Блок 1. Указать на экране. Указываю на экране его точку вставки. Выбрать объект. Собственно, они у меня уже были выбраны. И да, в миллиметрах единицы блока нажимаем «Ок». У нас двойным щелчком мыши мы запрашиваем открытие нашего элемента в редакторе блоков. У вас сразу появляется вот такое вот окошко, где вы можете выбрать, какой конкретно блок вы хотите редактировать. Нажимаем «Ок». И на сером фоне у вас появляется вот такое вот окошко с соответствующим функционалом. Далее, что касается создания атрибутов. Вот вас интересовало редактирование создания атрибутов. Вот есть возможность создать, допустим, атрибут. У окошка у вас появляется точно такое же, как у AutoCAD. Далее еще вопросы были. Так, работают ли формулы в AutoCAD? В таблицах. Формулы в таблицах, да, работают, как я уже ранее говорила. Это, по сути, у вас такой мини-эксель. И есть возможность использования формул в NanoCAD в том числе. Так, отображается ли прокси AutoCAD в NanoCAD? Да, отображается. Как я уже сказала, работа с прокси, по сути, это… Точнее, в NanoCAD, в принципе, при построении элементов через, допустим, SPDS, как я уже говорила ранее, есть пакет NanoCAD, где присутствуют модули SPDS. То есть это персональный производство нанософта SPDS, и он также использует прокси-графику. Вот, поэтому в этом плане, как бы, проблем нет. Так, далее. Есть ли инструмент создания динамических блоков в NanoCAD? Что касается динамических блоков, вот этот момент – хороший вопрос, и я хотела на нем точно так же остановить внимание. Если мы перейдем, допустим, в… Там, не знаю, создам сейчас какой-нибудь неизвестный, опять-таки, блок. Создать его. Так, ввожу. Блок один. Так, указать один-нибудь, где-нибудь, где-нибудь, не знаю. Вот здесь базовую точку. Окей. Если мы откроем редактор блоков в AutoCAD, то мы видим кучу разного функционала, на основе которого мы создаем параметры, потом к параметрам привязываем операции. Операции, в свою очередь, должны быть привязаны обязательно к параметрам, параметрам привязываем, делаем зависимость, чтобы к параметрам привязывались объекты и так далее. Таким образом мы создаем наш динамический блок. Что касается нанокада. У нанокада процесс работы с динамическим блоком немножко иначе построен. Не знаю, кто создавал блоки, помнят ли работу с видимостью? Надеюсь, что помнят. Потому что у нанокад работа с атрибутами аналогична AutoCAD, но работа касательно графики построена на состоянии видимости. То есть у вас нет удлинить, у вас нет, не знаю, копировать и так далее. У вас есть функционал состояния видимости. То есть в зависимости от того, какая графика у вас должна присутствовать, вы именно работаете с состоянием видимости. Вы не назначаете дополнительные кнопки для данного элемента. Вы именно создаете дополнительную графику и потом настраиваете видимость этой самой графики. В этом есть свой плюс. Почему? Потому что у вас уменьшается количество кнопок динамических, которые вы используете. Поэтому тут есть свой плюс. Но с другой стороны, вы можете просто поработать один раз. Но опять-таки, с AutoCAD точно так же приходится затрачивать время. Просто алгоритм подхода к динамике здесь разный. Это необходимо понимать, когда вы создаете свою базу, допустим, на основе блоков именно в нанокаде. Ну, переходя, допустим, с AutoCAD. При этом, как вы видели, AutoCAD-овский элемент, который вы создали на основе именно функционала AutoCAD, у вас точно так же в нанокад будет использоваться. То есть все элементы, которые вы настроили в качестве растянуть, перемещения, повернуть, отображения и так далее, они все будут точно так же отображаться, эти ручки, в чертеже DWG, который вы откроете в нанокад, и они точно так же будут работать. Так, можно ли размещать сторонние команды Lisp, ARX-приложения на панели инструментов? Да, нанокад поддерживает Lisp, поэтому можете пользоваться. Здесь точно так же есть такая возможность. Так, я здесь получаю чертежи в AutoCAD для разбивки. Из этих чертежей в AutoCAD делают разбивочные чертежи. Оттуда берутся примитивы, как правило, точки. И при помощи Lisp формируются текстовые файлы с координатами для того, чтобы выполнить разбивку при помощи электронного тахометра. Накад способен... Так, сформировать такой файл. Признаюсь, тут я не могу вам 100% сказать. Это скорее ближе к, наверное, топоплану функционалу. Ну, в принципе, там можно попробовать посмотреть функционал именно оттуда, то есть данного модуля. Мы с вами сейчас рассматриваем чистый нанокад, то есть чистая платформа без дополнительных модулей. Но в данном случае, возможно, есть возможность, я сговорю, именно в топоплане. Можете потом в дальнейшем, допустим, мне написать, если что, мои контакты указаны на экране. Можете мне написать, если вас это интересует. Я, соответственно, пробую проконсультироваться и предоставить вам более точный ответ. Вот. Далее. Так, по вопросам. Что у нас еще? Так, я переключусь нанокад. Здесь отключусь. Нет. По вопросам еще. Угу. Так. Касательно рабочего пространства, спрашивают. Смотрите, здесь есть точно так же настройка интерфейса. Экспорт интерфейса, импорт интерфейса. То есть, если вы перейдете в настройку интерфейса, я думаю, уже догадываетесь, что почти идентично, как и с настройкой интерфейса AutoCAD. То есть, здесь точно так же присутствует возможность настройки, которую вы потом можете экспортировать и либо же импортировать из нанокада. Единственное, у него файл будет сохраняться немножко в другом формате. В остальном же, как бы, вы можете осуществлять настройку и сохранять ее для себя в дальнейшем. Так. Несколько не создать. Ну, а что касается вопроса, имеется ли в нанокаде возможность создать не просто динамические блоки с различными видимости, но и настроить параметрику для блоков, как в AutoCAD. Вы имеете в виду параметризацию, типа вот такой параметризации, возможно, то есть создание зависимости. В этом случае да, тогда мой ответ вам да. Собственно, здесь с параметрами как раз-таки вы можете работать при работе как в зоне редактирования блока, так и в зоне построения чертежей. То есть, данный функционал может использоваться вами и там, и там. Так, включение видимости аннотативных объектов на листе. Так, аннотативных объектов. Как я уже сказала, аннотативности на нанокад нет как таковой. И, соответственно, здесь работа с аннотативностью отсутствует. Тут как раз вы можете только работать элементами как бы настройки слоев. Вот, здесь как бы работа присутствует, потому что, когда вы используете слои, то если вы посмотрите, то функционал точно такой же. Здесь можно настроить, допустим, для определенных элементов отображение и, соответственно, печать, если вам необходимо либо отсутствие печати, отключить слои данных элементов и так далее. Аннотативность здесь отсутствует. Так, ну, как я уже сказала, да, динамические блоки можно делать, но алгоритм создания здесь немножечко другой. Команды могут быть не только на английской раскладке, команды могут быть и на русской раскладке, как я ранее показывала. Когда вы заводите на английском, у вас автоматически предоставляется список по вашим первым буквам, и в скобочках предоставляется русскоязычный аналог. Так, по созданию динамических отправил. Так, на накат 3D и BIM совместимость, только для галочки. На накат 3D и BIM совместимость. В на накат существует отдельный раздел BIM, и это совсем другая тематика, там BIM как раз-таки работает. И тут зависит от того, как бы, какие вы за собой несете задачи. Что касается на накат именно 3D, как модуля, то он работает по принципу автокат 3D. Если на него переключиться, допустим, на 3D элементы, инструменты, то вы увидите, как если бы вы установили полный автокат, и, соответственно, у вас присутствовали элементы для построения 3D объектов. А BIM – это совсем, как бы, немножко другое направление. И все из BIM-модулей вы можете как раз-таки создавать элементы, которые могут использоваться именно в BIM-моделировании. Но, опять-таки, повторюсь, мы с вами рассматриваем именно платформу на накат как аналог автокада в чистом виде, без каких-либо модулей дополнительных, которые могут использоваться, либо же не использоваться. Потому что порой, допустим, 3D и дополнительные какие-то модули являются просто лишним функционалом, который в работе не нужен, достаточно просто 2D-выполнение элементов. Вот и все. Как отображаются объекты модуля автодеск SPDS? В данном случае, к сожалению, показать я вам этого не могу, но, тем не менее, могу сказать, что элементы автодеска SPDS выстраиваются элементами автокада. В свою очередь, нано-кад поддерживает элемент примитивы, как минимум, автокада. И, соответственно, здесь проблем в выполнении, в отображении нет. То есть, если вы помните, автодеск именно при создании SPDS использует только свои персональные примитивы. Как вы понимаете, примитивы, то есть, это поле линии, окружности, дуги и так далее. Все это присутствует точно так же в нано-каде. Исчитывание данной информации происходит без каких-либо проблем. Соответственно, если вы работали в автодеск SPDS, именно от автодеска, и ваши чертежи построены с элементами SPDS именно в автокаде, то этого более чем достаточно, и никаких проблем в отображении данных чертежей в нано-каде не будет. Что касается подшивок и подложек. Смотрите, здесь у нас ситуация такая. Вы можете работать с внешними ссылками, вы можете работать с растром, вы можете работать с облаком точек. Но именно вот подшивок, то есть работа с листами, она ограничивается именно как менеджер листов. То есть, когда вы заходите на лист, у вас есть возможность работы с листом через диспетчер, который нам уже хорошо знаком. Допустим, когда вы работаете с элементом. Но единственное, тут функционал немножко в другом формате построен. Но тем не менее, для вас он будет интуитивно понятен. То есть, вы настраиваете, допустим, принтер, вы настраиваете размер бумаги, при необходимости корректируете область печати, и так далее, масштаб. То есть, как бы это все уже вам знакомо, вплоть до таблицы печати, которая точно так же присутствует в автокад. Единственное, здесь отсутствует предпросмотр, но это не страшно. Обычно, как правило, главное, чтобы с форматом все совпадало. В остальном же, здесь работа, как я уже сказала, идет через менеджер листов, где вы осуществляете настройку, допустим, ваших листов, и здесь она отображается. Подшивок, к сожалению, нет. Так, если у меня балка с шагом 1 мм до 4000 мм, нужно создать 4000 видимости. Ну, можно создать, допустим, данную балку элементами автокада и, соответственно, в дальнейшем использовать ее в нанокад. Это вот как вариант такого симбиоза. Ага. Так. Названия команд отличаются в нанокад, автокад. Нет, практически нет. Если импорт, то импорт, если экспорт, то экспорт, если отрезок полилиния окружность дуга, то, соответственно, отрезок полилиния окружность дуга. Вплоть до построения по двум точкам, трем точкам, две точки касания радиус и так далее. С дугами, как видите, то же самое присутствует. Если вас там беспокоит прямоугольник, прямоугольник по трем точкам, многоугольник, то есть это все аналогично. Вплоть до редактирования. То есть перемещение, масштаб, что у нас, допустим, прямоугольный массив, круглый массив, здесь по названиям проблем абсолютно нет. То есть тут у вас интуитивно понятно все будет, потому что наименование аналогично. Единственное, в чем может быть, допустим, загвоздка, это в автокаде у вас аннотации, а в нанокаде у вас оформление. То есть это, собственно, и вся разница. Ну, плюс могут быть какие-то дополнительные, какой-то дополнительный функционал, который у вас, допустим, отсутствовал в автокаде, как в таблице анонокад, допустим. Это вот есть такие моменты. Ну, кроме того, допустим, с растром тут очень большое количество разного функционала именно для работы с растровой графикой, как-то, допустим, отражение, то есть вы можете откалибровать ее, произвести какие-то изменения этого растра. Вот это вот большое количество функционала, который вам может быть незнаком. А то, что касается стандартной работы, которую вы используете при построении, то тут даже слои называются слоями. Так, 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 так. А, так, что еще? Значит, работает привязка по направлению от точек. Да, по привязкам, по привязкам, по привязкам у нас есть возможность работы с привязками. У вас есть привязки, которые указаны ниже, то есть у вас имеется панель состояний, которая у вас представлена ниже в окне автокад. Вот привязки у вас также могут быть, то есть, смотрите, у вас они настраиваются не в отдельном окне, допустим, а вот прямо здесь могут настраиваться, ну и, соответственно, в настройках тоже присутствуют. Так, так, что если вам необходимо построить какую-то привязочку, ну, в смысле, привязаться к какому-то элементу, то, да, у меня ничего и нету такого, да, то, соответственно, у вас могут быть построения, как видите, у вас выстраивается вот такая вот линия привязки, и вы можете от точки, допустим, там на 200, не знаю, у меня очень маленький формат, вот, на 200 миллиметров вы от нее отошли и начинаете построение. То есть тут как бы с привязкой проблем нету. Так, 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 сейчас, минуточку, у нас еще, так, по поводу облака точек, да, с облаком точек работает, тут отдельно присутствует вот такой вот сборник панелей у нас во вкладке облака точек, вы можете осуществить там импорт-экспорт и так далее. Так, отмена, это не кто нажал, вот, если мы, допустим, экспортировать хотим. Так, и, соответственно, здесь вы можете осуществлять работу по точкам, если вам, допустим, имеется возможность, допустим, работать с лазерным сканированием, допустим, вы там работаете, скажем, в, как это сказать, со своими партнерами, то можете использовать данный функционал. Здесь он даже, наверное, пошире, чем в автокад. Так, далее. Так, извлечение данных. Смотрите, по извлечению данных у нас при работе с... Так, по таблице, по таблице. По таблице. Так, я не уверена точно, я этот вопрос оставлю за собой, пожалуйста, чтобы в дальнейшем вам ответить. Вы мне, пожалуйста, напишите по указанному адресу, чтобы я могла вам более конкретно ответить на этот вопрос. Сейчас, к сожалению, вам так сразу не скажу. Так. Далее, так, для создания команд есть файл АК, где подписаны команды, но на Накад есть такой файл, чтобы создать свои привычные команды. Не совсем поняла, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду написание макросов на каком-то языке, то возможно. Опять-таки, пока не могу точно сказать. Блоки, созданные на Накад, корректно ли работают в Автокад? Да, данные блоки работают корректно, так как, опять-таки, примитивы у вас остаются аналогичными, функционал в виде мастер-графики у вас точно так же присутствует. В принципе, что-то подобное вы можете наблюдать, допустим, при работе с элементами от Автокада, если бы вы, допустим, настраивали только видимость графику, и у вас при вставке блока было бы достаточно минимальное количество ваших динамических ручек. Тогда, да, собственно, тут точно такая же ситуация. Вы, когда открываете Накадовский чертеж, то там будут у вас динамические блоки отображаться просто с небольшим количеством ручек, где вы будете менять элемент именно с помощью видимости. Дорогие коллеги, я смотрю, по графику уже выбилась. Спасибо вам большое за внимание. Я вижу, что большое количество вопросов. Пожалуйста, кому не ответила, либо там не успела ответить, пишите, звоните на указанные контакты. Я буду очень рада с вами познакомиться, ответить на вопросы, на которые не успела ответить. Спасибо вам огромное. Хорошего вам утра, дня, вечера, в каком бы часовом поясе вы не находились. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. И, надеюсь, в дальнейшем еще с вами свидимся. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.